Как фермеры мы задавались вопросом, как мы можем обеспечить себя и других людей устойчивым питанием. Пермакультура занимается ответом на этот вопрос. Используя различные методы пермакультуры, мы вдохнули новую жизнь в ферму моей семьи за последние четыре года. В то же время у нас всегда возникали новые вопросы. Как мы можем наиболее эффективно производить биомассу и постоянно наращивать почву? Биомасса является важным ресурсом, если мы не хотим вносить искусственные удобрения. И используется, например, в качестве эмульчирующего материала для животноводства или для создания компоста. Она нам нужна, чтобы кормить почвенную жизнь. Но для одного гектара посевных площадей нам нужно целых три гектара выращивания биомассы. А как мы теперь доставим этот материал из пункта А в пункт Б с минимальными затратами ресурсов? Как обеспечить устойчивое водоснабжение? Уровень грунтовых вод продолжает падать. Полив, даже если у нас есть колодец, требует больших ресурсов. Но даже на хорошо ухоженной грядке нашим овощам нужна вода. И кроме того, как мы можем создать благоприятный для нас микроклимат? С изменением климата также возрастает опасность поздних заморозков и экстремальных погодных явлений, таких как сильная жара или ливень. Как мы можем подготовиться к этому? Как мы можем лучше понять, что нужно нашей системе? В соответствии с принципом пермакультуры, наблюдая и взаимодействуя, мы обнаружили недостатки в нашей системе за последние несколько лет и использовали инструменты из нашей системы. Например, когда мы наблюдали грибковый пожар на наших овощных культурах, мы укрепляем растения отваром полевого хвоща и пытаемся сделать нашу систему более устойчивой. Используя, например, собственные семена, устойчивые сорта и другие полезные вещества. Почвенничество. Как мы можем лучше понять, какие процессы вызывают этот дефицит? И как тогда мы можем определить причину, а не просто лечить симптомы? Исследуя, как ответить на эти вопросы, мы пришли к принципу, который решает именно эти вопросы с помощью уникальной концепции. Этот принцип называется синтропическим агролесоводством и был разработан швейцарцем Эрнстом Гетчем в Бразилии в последние десятилетия. Синтропическое агролесоводство работает с природой, а не против нее, посредством стратегий, аналогичных тому, как работают естественные экосистемы. Концепция предполагает, что все виды являются частью макроорганизма, который функционирует в соответствии с логикой сотрудничества и безусловной любви к жизни. Человек является частью этой системы. Вместо того, чтобы эксплуатировать, он может быть создателем ресурсов. Давайте рассмотрим синтропию практически по простой формуле. Правильные растения, в нужном месте, в нужное время. В пермакультуре ключевым вопросом является выбор и расположение правильных растений, посаженные в смешанной культуре и в соответствии с севооборотами. В экосистеме разные растения выполняют разные задачи, и цель состоит в том, чтобы имитировать это взаимодействие. Синтропическое сельское хозяйство стремится к максимальной сложности, широкому разнообразию, в котором каждое растение выполняет свою функцию и может процветать в наилучших возможных условиях. Поэтому в системе есть место не только растениям, которые дают товарный урожай. И несмотря на это, производительность системы будет превышать производительность монокультуры. Эти другие растения выполняют важные функции в системе, которые обеспечивают процветание системы в целом. Например, тополь, который регулярно обрезают, дает мульчирующий материал, который защищает почву от эрозии и высыхания и питает почвенную жизнь. В то же время обрезка вызывает выделение в почве гормонов роста, которые стимулируют рост как самого картона, так и соседних с ним растений. Правильное место получается в контексте нашей климатической зоны в результате естественной стратификации. Прежде всего нам нужно разобраться с тем, в какой климатической зоне мы находимся, каковы наши сезоны и какие природные экосистемы мы находим или будем находить. Центральное место в организации растений в космосе занимает стратификация, то есть слои экосистемы. Эти этажи или слои отражают различные условия освещения, которым подвергается растение. В частности, это означает, что растение на нижнем этаже получает меньше света, чем растение на верхнем этаже. Мы должны учитывать это в нашем планировании, потому что у каждого растения свои естественные потребности в освещении. И в зависимости от того, как мы подвергаем растение воздействию света, оно ведет себя по-разному. Например, смородина – это растения, которые будут расти под деревьями в их естественной среде обитания. Там они дают меньше, но более питательных плодов, чем на полном солнце. Если мы подвергнем эти растения воздействию высоких температур и света, они дадут больше плодов в краткосрочной перспективе, но также будут более восприимчивы к вредителям и болезням. В нужное время мы смотрим на естественную преемственность. Преемственность – это временная преемственность растительных и животных сообществ, сменяющих друг друга в одном месте. Мы смотрим на эволюцию организмов на Земле, на понимание природных экосистем. Давай представим, что вначале у нас просто особь. На особи мало что растет. Колонизаторы, такие как мох, например, могут это делать и создают условия для более сложных форм жизни. Создаются первые многоуровневые сети. Органические вещества преобразуются в основном бактериями и грибами. После системы колонизации система переходит к накоплению, то есть к обогащению. Сложность и разнообразие увеличиваются, углеводы обогащаются в почве, живые существа продолжают развиваться, причем процессы трансформации происходят медленно. Когда происходит избыток энергии, система переходит в систему избытка. Здесь преобладают сложные сети. Процессы трансформации происходят быстро и часто. Метаболизм системы эффективен. Изобилие питает человека и других крупных животных, а также все растения, которые он выращивает. В ходе естественной преемственности мы можем обнаружить системы в трех состояниях, которые мы только что описали. Колонизация, накопление и изобилие. По мере развития естественной преемственности синтропия, то есть сложность, также увеличивается. В то же время природный капитал, то есть количество и качество консолидированной жизни увеличивается. Естественная последовательность происходит в рамках циклов, представленных волнами между двумя лучами. Но в системе колонизации эти циклы все еще происходят очень медленно. Частота увеличивается с нарастающей последовательностью. Цикл сукцессии состоит из плацентарной, вторичной и климаксной фаз. Эти фазы можно найти как в жизненных циклах отдельных растений, так и целых систем. В качестве аналогии с последовательными фазами системы мы рассматриваем жизненный цикл однолетнего растения. Плацентарная фаза висует стадию зачатия. У однолетнего растения это стадия, когда семя начинает прорастать в почве и вырастает сбор. На вторичной стадии растение вкладывает свою энергию в рост и биомассу. Только на кульминационной фазе пики избыточная энергия вкладывается в производство плодов или семян. После чего однолетнее растение погибнет и зацветет. Этот цикл можно наблюдать и у многолетних растений, и в более сложных экосистемах. В такой системе жизненные циклы нескольких растений объединяются, образуя соответствующие фазы, причем все растения включаются в систему с самого начала. Если у первого плацентарного растения снижается способность к фотосинтезу, его заменяет следующее растение. После плацентарных растений основную фотосинтезирующую способность в системе берут на себя вторичные древесные растения. На этом этапе у климаксовых древесных растений есть время для развития, пока они не достигнут своего полного потенциала в климаксовой фазе системы. Здесь мы видим, что у нас есть не только урожай, когда система вступит в климаксовую фазу, но и растения, выращиваемые в климатической фазе системы. Плацента и вторичная фаза дают богатый урожай. После завершения такого цикла естественный капитал увеличивается, например, за счет строительства земель и создаются новые условия для расселения новых видов, которые снова увеличивают естественный капитал и стимулируют естественную сукцессию. Для нашей формулы это означает, что мы должны не только правильно выбирать растения с точки зрения организации пространства, но и одновременно воспроизводить фильм о том, как растения развиваются и что им нужно для поддержки в процессе развития, чтобы они могли процветать в лучших условиях. Давай посмотрим на все это на примере. В нашей системе у нас есть грецкие орехи на первом этаже, то есть на верхнем этаже, яблони на верхнем этаже, сливы на среднем этаже и смородина на нижнем этаже. Кроме того, нам нужны растения, которые создают хорошие условия для роста этих древесных растений, например, создавая активную сложную почвенную жизнь. Обеспечьте это органическим веществом и дайте смородине тень, пока яблони и сливы не станут достаточно большими. Поэтому мы сажаем вторичные древесные растения, такие как ива и бузина, которые путем регулярной целенаправленной обрезки подпитывают сукцессию, производят биомассу и дают тень. Плацентарная фаза системы представляет собой однолетние растения и многолетние многолетники. Они быстро покрывают почву, изменяют микроклимат своим метаболизмом и питают систему в течение первых нескольких лет, пока не укоренятся древесные растения. Наша формула правильное растение в нужном месте в нужное время показывает нам, что мы имеем дело со сложным макроорганизмом, который развивается путем сотрудничества. Работает. Мы, люди, не являемся интеллектуалами системы, но мы являемся частью интеллектуальной системы, поскольку наша функция заключается в выращивании семян и выращивании растений в нужном месте и в нужное время. Разбрасывать и срезать растения. Вот как мы можем создать систему, в которой все этапы сукцессии будут засеяны и посажены с самого начала, и мы можем ускорить сукцессию, управляя системой, то есть постоянно обрезая все растения. Если мы представим себе сейчас синтропическую посадку, как мы ее здесь обрисовали, и еще раз оглянемся на вопросы заданной в начале, то мы сможем ответить следующим образом. Как мы можем наиболее эффективно производить биомассу и постоянно наращивать почву? Благодаря тому, что в синтропии постоянное сокращение приводит к ускорению сукцессии, накопление биомассы является неотъемлемой частью системы. Постоянная обрезка и выделение гормонов роста подпитывают жизнь почвы и стимулируют рост растений. Биомассу можно использовать прямо на месте, без транспортных маршрутов. Многолетние растения обеспечивают устойчивый симбиоз между растениями и почвенными организмами за счет постоянного укоренения в почве. Так создается устойчивый постоянный гумус. Как обеспечить устойчивое водоснабжение? И кроме того, как мы можем создать благоприятный для нас микроклимат? Синтропические агролесоводческие системы состоят в основном из многолетних древесных пород. Они вносят большой вклад в наши сельские дожди, так что они являются неотъемлемой частью нашего климата. Глубокие корни также обеспечивают доступ воды из глубоких слоев и повышают уровень воды в почве. Благодаря высокой мощности фотосинтеза системы в водный цикл поступает больше воды, и поэтому она доступна в системе. С посадкой большого количества разнообразных древесных растений мы можем целенаправленно влиять на наше водоснабжение. Кроме того, многолетняя система помогает регулировать микроклимат наших сельскохозяйственных угодий и может защитить как от жары и высыхания, так и от ветра и сильных морозов. Сажать нужно поливать. Как мы можем лучше понять, что нужно нашей системе? В симптоматическом сельском хозяйстве Аминь мы изучаем структуры, динамику и функции природных экосистем, насколько это возможно. Понимание симптомов позволяет нам лучше понять причины недостатков нашей системы и реагировать ориентированным на процесс образом. Если мы находим, например, растения с сильным заражением клещами, мы рассматриваем систему в целом. При этом мы обнаруживаем, что растения, например, находятся в неправильном слое. Может быть, нам нужно больше подстригать соседние деревья, чтобы они получали больше света. Мы, фермеры, видим в синтропическом подходе большой потенциал для устойчивого, питательного и перспективного развития. Питание. Синтропия показала нам новый способ мышления о том, как мы хотим заниматься сельским хозяйством. Диана Андрада из программы ГЕЧ резюмирует это так. Многие методы устойчивого ведения сельского хозяйства основаны на логике замещения ресурсов. Химикаты заменяются органическими, пластик, биоразлагаемыми материалами, пестициды, всевозможными препаратами. Однако образ мышления все еще очень близок к тому, который вы отвергаете. Они оба борются с последствиями отсутствия подходящих условий для здорового роста растений. Синтропическое сельское хозяйство, с другой стороны, помогает фермеру воспроизводить и ускорять естественные процессы экологической сукцессии и стратификации, обеспечивая каждому растению идеальные условия для его развития и удерживая каждое растение в точно правильном положении в пространстве. Страты и размещаются во времени последовательность. Это сельское хозяйство, основанное на процессах, а не наводимых ресурсах. Таким образом, сбор урожая рассматривается как побочный эффект восстановления экосистемы и наоборот. Продолжение следует... Продолжение следует...